хорошего вам урожая друзья ферма возвращается я как и обещал сейчас буду наводить тут порядок и знаете чё прилетели кита фиксы на игру который полностью сбросили по дефолту настройки управления сейчас как зашел мышечкой то влево дернул и на 360 так сказать развернулся это печально но главное что ничего не сломали потому что я-то боялся что сейв слетит ну такое бывает частенько джек а ты где так я потерял джека я быстренько его найду джеки джеки куда ты запропастился на карте так плотно поставлена техника что я просто не вижу его название а вот ты где хитрец такой решил ливнуть не выйдет у тебя дружище ничего у тебя не получится так ну давайте прибираться надо все это дело я думаю запарковать и где-нибудь вон там вот за амбаром потому что здесь всему этому делу не место это у нас так сказать дворик в котором будут отдыхать детишки главного героя и героини если такие разработчики все это дело сделают во что я уперся ты не понял прикол так в общем девайс мои я буду парковать где-то здесь потихонечку я конечно хотел их завести с задом сюда куда-нибудь но здесь вот травы дохрена а подождите подождите уберись трава давайте-ка мы с ней разберемся а у это что подарок на рождество что это за дрянь какая-то мясорубка мне кажется чувак из пилы одобрил бы такой девайс это похоже знаете на газонокосилку но такую прям серьезную обалдеть а где мой триммер вот а вы теперь можете газ клинить и каким гребаным образом а вот использовать даже ничего нажимать не надо просто типа бегаешь и травка пропадает на ну да такое себе развлечение конечно зато у меня хоть здесь будет почище потому что сейчас вот тут этой травы о наконец-то могу от вас избавиться умрите проклятые подсолнухи я за свою жизнь вырастил одного из вас и он был вкусный да все смотрите как но можно в гольф играть или футбол прощайте травушки так теперь его как-то надо вырубить а он типа сам вырубился ну ладно пусть лежит в инвентаре он жрать не просит в принципе так это мой я так полагаю как тебя прицепить с этой стороны типа заезжать надо да жалко ребят что я не могу таскать вот эти прицепы вручную это быть чертовски мне помогло сейчас я все остальное перевезу что мне понадобится не скоро это по-любому вот вот это вот штука для кукурузы спасибо да что написали и наверное культиватор этот тоже пока не понадобится мне у меня сейчас есть два задания по полям где мне нужен будет плуг так что эту штуку можно пока оставить где-то здесь она по моему в этом районе и валялась все отдыхай так надо бы двери закрыть эту сопрут мою там эту газонокосилку то убийцу чё еще а ну и комбайн теперь до садимся в комбайн где он там у меня был вот он он а ну да конечно сначала придется вот эту штуку тащить штука прицепись и и кстати как раз таки можно отсюда и запихать вот открыть здесь вот эти ворота и запихать туда эту штуковину вместе кстати с комбайном то нормальный вариант чай вот здесь оставлю уберу кукуруза очистительную штуку блин он такой ржавый вот и было бы еще прикольно знаете ребята если бы разработчики разрешили нам не только реставрировать дома а еще и например технику покрасить ну мне кажется хоть с покраской то это же не сложно правильно реализовать это все таки вот здесь у нас свободный бокс в принципе но я не хочу туда засовывать я и пожалуй где-то вот здесь оставлю потому что это у нас все таки для комбайна девайс и он мне возможно когда-нибудь не сильно скоро но потребуется да кстати по поводу судьбы этого прохождения я хочу посмотреть основные возможности плюс конечно же основная основной фактор дальнейшего прохождения это интерес у вас зрителя я опять во что-то уперся какие-то здесь гребаные полтергейсты повсюду вот и как только я увижу что либо вам стало неинтересно либо мы все увидели наверное завершим но я просто не собираюсь 500 тысяч серий пилить по этой игрушке она конечно классная но сами понимаете когда в одно и то же играешь и целыми днями она начинает тебя раздражать но сейчас пока все нормально так что без паники все отдыхай здесь это дело мы закрываем теперь даже никто не знает что у меня есть комбайн его надежно спрятал и что теперь теперь смотрим на карту что у нас тут получается вот здесь у нас есть ближайшее поле которое я пообещал оливеру сделать и также у нас есть еще одно поле вот здесь внизу которая просила немного прополоть вот это вот существо потому что я бы не дал этому существу имя сэм буду называть это организм организм под и кодовым названием сэм ну вообще оливер мне поближе как-то он все-таки рассказал нам а за игры поэтому наверное сейчас мы поедем ему поле подметать надо только плуг зацепить и будет прекрасно так а организм ведь нам по моему обещал насколько я помню за это поле дать сейл куда если я не ошибаюсь а оливер только денег подкинет вот ну в любом случае в этой серии мы и то и то сделаем потому что кто бы я был если бы не сделал этого сначала к оливеру хотя задание гласит вали xm мы пойдем другим путем мы пойдем к оливеру я понимаю что здесь работает какой-то начальный туториал чтобы мы так сказать развились до старта вы представляете до сих пор вот это уже какая там пятая серия представляете пятая серия не считая того сколько я вырезал пока вот тут переезды все вот эти сколько мы времени потратили только на то чтобы подготовиться к старту вот я конечно понимаю разработчиков что им надо растянуть геймплей но блин ребята вы немного ну перестарались честно я конечно мне нравится здесь все чинить она реально не надоедает но вот твою мать я случайно нажал на мой сраный трактор и произошла произошел не в небольшой незапланированный телепорт все я понял куда ехать нормально едем что запарился с карты у меня такое бывает я ж не бои скаут мать его ну в общем сейчас займемся полем оливером я это дело как обычно ускорю тут ведь знаете еще в чем фишка вот кто-то писал что типа ускоряешь слишком быстро когда я ускорял в прошлый раз обработку поля я ускорил ее в 15 раз то есть на полторы тысячи процентов дело в том что если я ускорю и там в три в четыре раза я то поле обрабатывал 17 минут вот вы представляете вам будет надо будет 4 минуты смотреть как я катаюсь по полю туда сюда как заведенный и я думаю что это неинтересно будет но в любом случае поля вроде как заходят получше чем так ну и как тебя убирать охренеть она реально стремное ну вот так наверное да это лучший вариант но наверное да ладно чем начнем пожалуй поле поле полюшка будем тебя сейчас обрабатывать но я вроде нормально пошел никуда не скосил я там на том поле что-то куда-то повернул в итоге этот разворот у меня так и увеличивался с каждым проходом ну ладно все мы хватит трещать поехали обрабатывать поле оливеру это все я чуть не высох пока это дело или не все написали что задание обновлено и что-то все как бы ну ладно поехали ребят я копаюсь в этом дерьме уже примерно полчаса и вообще знаете я люблю симуляторы но вот именно для такого фарминг симуляторы были сделаны боты которые выполняют работу которых вы нанимаете и они как бы вам это ну все выполняют вот так вот ездить туда сюда по полчаса ведь мало кто хочет даже самые симуляторные симулятор щеки о да это конечно дико расстроило меня хотя в принципе я примерно столько же и рассчитывал кататься хотя я все еще катаюсь и выполнил примерно половину работы но я специально пошел со внешнего круга для того чтобы внутри ну когда я по сути сужаюсь со всех сторон уже мысли даже теряются в голове от постоянного однотипного геймплея ездишь туда-сюда как идиот он даже проголодался чуть не сдох прикиньте и почему не обновлено задание оливер так подожди ну я в общем-то его и копаю да все нормально странно на почему-то вы вылез вылез значок задания оливера я подумал может я его выполнил уже до хер там плавал жопой вверх ну чё я могу сказать продолжим да по всей видимости вы были правы когда написали кто-то написал в комментариях что эта игра для стримов вот такой геймплей да это вот даст для стримов вот сидеть копать и общаться со зрителями но вот когда ты сидишь в одиночку вроде бы хочешь записать видосик а тебе тут надо полчаса блять по полю туда-сюда кататься это немного напрягает но это ни в коем случае игру не так сказать дискредитирует игра-то классная просто разработчикам я бы посоветовал ну что-то с этим придумать уж реально лучше чинить дома чем вот кататься по этому дерьму потому что нажимая только две или три гребаных кнопки вот все ладно продолжаем работу и слава богу мать его задача была выполнена но в общем если вы не против ребят я еще немножечко повозмущаюсь но потому что но это просто свинство мать его товарищи разработчики вы совсем там охренели что ли 35 минут я здесь копошился и ладно бы еще вот этот вот грунт который типа проминается правильно бы себя вел он ведь еще падла как-то прыгает непонятно и от этого у моего бульдозера немножечко башню рвет и он застревает в общем это короче мрак вот честно такие задания я выполнять ни хрена не хочу это прям идиотство просто знаете у меня к играм какое отношение игра должна развлекать либо заинтересовывать здесь она утомляет я чуть не уснул сука я иду в другую сторону о господи вот видите что бывает когда ты делаешь одно и то же у тебя мозг тупеет я в западе до грёбаный забор не отпустит меня ой да жалко здесь нет оружия я бы сжёг это все серьезно ща я приеду на ферму и посплю и возможно какие-то светлые мысли придут в мою голову потому что подобные задания я вообще не хочу выполнять особенно если мы посмотрим вот сюда размера поля этого организма примерно он по-моему даже больше чем я у оливера сделал оливер на газом на за награды еще к тебе падла ехать серьезно а ты мне не можешь на карточку скинуть там сбербанк онлайн вся фигня новейшие технологии все-таки речь идет о двух тысячах евро да что это я я не могу отсюда выбраться твою мать грёбаная ферма я перекопаю сейчас нахрен вот так удачи вам не будете заборы везде ставить вот дерьмо фу ну слава богу выбрался вот это вот как раз таки обескураживает вот подобные подобный геймплей он прям даже вымораживает можно так сказать я очень надеюсь что дальше будет интересней но настолько затяжного вхождения в игру я еще честно говоря не видел ну ладно ща к оливеру приедем может он хоть мне настроение поднимет а то я че-то совсем паникну 37 минут там чуть меньше чуть больше я честно говоря уже особо не засекал вы очень устали ваши руки превратились в говно а еще у меня в говно превратился мозг пока там поле вспахивал так что это нормально потерпит сука доедет и поспит невозмутимый наш так и ты еще да ну конечно о я кажется баг заметил ну-ка если еще раз выйду но выходи же да нет вроде все нормально у меня почему-то чё дал мне еврики мои теперь можно со спокойной душой домой ехать ну поехали домой ладно хоть теперь у меня хоть денежки есть но в любом случае больше задания по вспашки полей я не выполняю единственное только по ходу придется все таки поехать вот туда вот в за тысячу метров это поле всполоть чтобы получить сейлку но я в любом случае будут делать это уже в следующей части потому что я еще раз подобное точно не вынесу это нифига не интересно интересно всякие мелкие задания а вот это вот хрень это вот как раз таки хрень и есть вон у меня аж сорок семь процентов топлива было там что-то около восьмидесяти когда я приезжал но охренеть можно реально такое большое поле это на такой пупуське обрабатывать это конечно дикий пипец лучше бы хоть плуг бы дал по длине знаете какой нибудь может быть тогда было бы все попроще ну все бегом спать открою сезам да ё-моё грёбаная дверь ну наконец-то новый день шипятое августа дак блин сейчас уже август пора урожай так сказать собирать а я его даже еще и не засеивал я так полагаю что мне нужно купить поле которое находится прямо за моим амбаром сейчас посмотрим сколько она стоит а вдруг у меня на него денег хватит я бы его в принципе комбайном бы мог как нефиг делать собрать да продать так это мое поле ну-ка дайте мне посмотреть о владелец вы владелец вы эти оба поля мои ребята кажется меня ждет опять работа на полях так сейчас я завожу свой турбо комбайн и еду убирать это поле смогу тебя переехать прекрасно даже не помешал так ну что с какого бы начать какое тут поменьше то то я просто меня уже от полей начинает подташнивать но в принципе наверно с этого можно начать а у джека есть прицеп вода он сзади там стоит так что в принципе я наверно смогу продать все это безобразие и возможно даже селку не буду нахрен делать у нее так ну теперь надо немножечко разобраться как работает эта помойка значит так это хрень опустить поднять включить мололку выставить трубу все гениально и просто окей опускаем включаем круиз-контроль поехали выиграть немного проголодались да пофигу слушаешь мы едем тут урожай собирать но на этой хреновине хоть поинтереснее это все происходит хотя конечно руки ну ну ладно нормально прокатить с этого вида получше как-то все это смотрится достаточно маневренное ведро между прочим чё хоть я собираю почему не пишется и собираю ли я это вот в чем вопрос и когда я узнаю что я ее собрал но тип когда она переполнится вот у меня еще такой вопрос есть ну ладно сейчас посмотрим одни вопросы было бы неплохо если бы был какой-то счетчик который показывает сколько в ней накопилось уже не знаю чё это пшеница рожь непонятно в общем культуры вот этой вот которую я собираю так кажется это и было предупреждение да я понял выключаем поднимаем перемещаемся в джека джек ты где вот и мой джек это хрень надо отцепить ненавижу ее кажется я себе попортил ландшафт отлично очень странно почему нельзя ее просто отцепить обязательно допускать ну да ладно разработчикам виднее да ё-моё все погнали прицепик у меня теплицу сегодня обделывать не буду вообще никакого настроения нет так что ребят извиняйтесь сегодня есть настроение убрать мое поле и предвкушать прибыль потому что я уже заколебался работать как какой-то там этот раб на полях где-то мой комбайн но это кстати я заметил сена нету вот с этих кустов может быть с тех будет а это не канала случай блин я вот не понимаю ничего этих культурах так но мы приехали ща надо только трубу вытащить где-то мой комбайн труба вытаскивайся а господи еще надо нажать чтобы он сыпать начал серьезно ладно ща подкатим а то еще на землю насыплю вот будет ржака ну типа того так залезай залезай мой друг кажется я слишком близко подъехал ну ща посмотрим сыпь о сыпит что это за полиэтиленовый пакет из него вывалился это все так я понял поехали дальше круиз контроль интересно здесь вообще можно нанимать рабочих чтобы они вот так же ездили на полях мне кажется здесь не прописан искусственный интеллект и если нет то это очень плохо потому что они действительно помогли бы но представляете хотя с другой стороны здесь же у нас вроде как я слышал реализованные времена года я вот правда не видел еще видосов там зимой или еще чего в этом в ютубчике но если реализовано то это было бы шикарно это за за это прям нельзя не похвалить разработчиков если это про реализовано уже но зато поля убираются действительно намного быстрее чем если бы я их плугом обрабатывал но в принципе фарминг симуляторе плуг это такая жопа если вот самому ездить это прям убожество еще то уже ладно да пусть работает пофиг жрать не просит где мой джек джек погнали джек тут еще вот видите в чем проблема по полю нельзя ездить вот если я езжу я же себе порчу вам так сказать добро поэтому приходится объезжать поле но с другой стороны реализм это круто вот фарминг симуляторе так не покатаешься там приходится вернее наоборот фарминг симуляторе можно ездить через поля чуть ли не на дрифт машинах там пофигу на это дело выставляем трубочку и высыпаем это очень странная анимация высыпания ну ладно разработчикам виднее так включаемся опускайся опускайся а то ты что-то поднялась и погнали я тут немного примял себе добро но ничего страшного в общем ребята сейчас я уберу это поле ну вернее я сейчас выключусь а потом включусь когда мы уже поедем отвозить первый так сказать прицеп в нашу вот в ту цистерну которую я так яростно чинил и потом посмотрим можно ли это где-то продать но это на уже будет следующей серии в этой мы точно уберем это поле потому что я прям загорелся знаете азарт поймал это намного интереснее чем работать на оливера оливер падла спал пока я там его поле обрабатывал так что пошел задницу ну наконец то мне сказали что внимание трейлер переполнен и кстати это канола я понял как смотреть сколько загрузка комбайна это прекрасно давайте-ка ее высыпем в мое хранилище заодно посмотрим как это все работает и надо будет посмотреть уже в следующей серии где это можно дело продать хватит нафиг работать на этих дармоедов так ну типа заезжаем на платформу и и высыпаем да высыпается ага и насыпается вы представляете емкость этого силоса ну вот этого контейнера 50 тонн мы насыпали ему всего лишь 4 тонны так что отлично это можно опустить и вот мне знаете что очень интересно я вот сейчас даже проверю это дело можно ли высыпать на землю вот реализовали ли разработчики подобное это очень и очень интересно так запускаем мою шайтан машину погнали дальше собирать сейчас я соберу немножечко высыплю это дело в прицеп и мы это попробуем высыпать на землю если оно высыпется то в принципе здесь должны быть реализованы и всякие там бульдозеры знаете там со всякими ножами ну как короче фарминг симулятор опять сколько можно сравнить с этим фарминг симулятором бесконечное количество раз но она все равно пока второе место забирает потому что ближе чем она к нему никто не подошел по желанию в это играть вот такие вот дела ну я просто по себе сужу просто я вот много чего искал альтернатив и пока вот это вот нормально заходит если бы не тупорылые задания хотя в принципе по моему в семнадцатом фарминге тоже куча подобного дерьма плюс еще ценовая политика компании изменилась в худшую сторону вы ж помните сколько он стоил так что у них такие знаете взаимные минусы а зато там есть мультиплеер и это сука все меняет это да мультиплеер это конечно круто а если бы здесь этот мультиплеер был еще и кооперативным было бы совсем шикарно ну тип там вы два брата акробата дедушка оставил вам вот эту вот ферму и вы такие классные ребятки поднимаете ее со дна согласитесь было бы интересно так ща мы его заполним и выспим вот прямо на дорогу ну а че стесняться то да наше же дерьмо так что ничего страшного не будет жалко комбайн не умеет автоматически высыпать высыпай уже вот молодец теперь выходим из этого и входим в это поехали попробуем высыпать вот на эту дорогу я так понимаю что прицеп открывается только снизу да поэтому надо завести его так чтобы он мог вот сюда вот навалить кучку ну допустим мы типа приехали я случайно нажал r и у нас угу угу вы успешно просрали все что у вас находился я понял ну зато знаете узнали точно я вообще не приветствую ну можно же блин реализовать подобное ну товарищи ну че эй труба подожди не уходи мы еще не закончили поехали дальше остается в принципе половина поля я наверное его уже доделаю в следующей части я в общем то хотел в этой доделать но честно говоря так устал прям вот не поверите но реально устал я мало от каких игр устаю но вот сейчас чё то прям видимо то поле меня сильно подбесило и поэтому чё то продолжать у меня сил нету надо надо бы отдохнуть от фармерс династии хотя бы пару деньков так и ща мы проверим только ща я вот докопаю так сказать до пол или все таки додел все таки доделаю это поле ребят ну блин потому что не люблю я оставлять чё то на потом потом не на запись будет не интересно уже вроде как ну короче ща все равно доделаем и надо будет обязательно посмотреть сколько стоит канола и где лучше продавать хотя здесь вроде бы всего одно место где ее можно ну так сказать впарить нормально смотрите как быстро набирается комбайн видать старенький такой шесть семь восемь девять все приехали так ну ладно джек твой выход ну да насыпание конечно в этой игре такое себе развлечением жалко что автоматически не сыпет прям очень хотелось бы ну ладно чё уж поделаешь придется здесь все вот я заметил очень много вот вещей здесь вот в этом симуляторе сделаны тупо для того чтобы вы проводили в игре как можно больше времени и это плохой знак я вам скажу ребят честно это чертовски плохой знак ну все ли молодец давай дальше так сколько там у тебя блин он вообще быстро набирает смотрите уже десять процентов грубо говоря еще десять таких отрезков и все девять и я уже как бы полный но зато поле достаточно быстро убирается не то что я там плугом ковырялся 30 минут обалдеть я там уже ребят под конец фигней начал заниматься так что вы там это в коментах не сильно ругаетесь просто меня уже достало там кататься я начал там круги какие-то нарезать я знаю что это немного увеличило процесс по времени но зато было весело так ладно карта где там магазин то фермерский сейчас посмотрим вот он да маркет здесь можно вот ценники точно вот ценники ты ценники ты а смотрите-ка канала торгуется почти по 800 евро за тонну а сколько у меня в комбайне тонн а у меня практически тонна и есть то есть если я привезу интересно сколько комбайнов уже там 4 тонны да с чем-то было вот отсюда жалко не видать в прицепе по всей видимости там 2 или 3 тонны вместимость или 4 с половиной что ли сейчас посмотрим когда буду насыпать кажется мне даже не придется может мне на комбайне вернуться быстрее будет чем джек это дергать не все таки нам на джеки поеду я уже далеко уехал зато у комбайна топлива почти не тратится это прекрасно да тонна 200 у него вместимость вот интересно здесь техника лицензированной или нет мастер харвести я надеюсь что да потому что это ж вам не гта где тачки взрываются и ломаются должна быть так в нашем прицепе 28 процентов 1200 килограмм я понял значит вот видите у меня опять достался достался какой-то инструмент автоматически и это напрягает это вот после последнего обновления такой баг заметил надо репортить что делать то блин но сначала надо убрать это гребанное поле потому что оно меня уже достало а вот это у нас я так понимаю пшеничка рядом и вот мне интересно можно ли их сваливать в один и тот же а вот этот вот вот эту цистерну не помню элеватор да это как это хрень хранилище зерна вот знать бы эти все правильно обозначения чувствую себя как обезьяна с гранатой ну азы то конечно понятны но все равно с ландшафтом мне кажется это все таки лишнее если бы он постоянно оставался ну как в спинтайрс знаете хотя там по моему он тоже перезагружается через какое то время но один фиг нам определенно ребят нужен новый комбайн я прям вот зуб даю его надо покупать если получится сканулы денег нормально поднять то первое что я куплю будет конечно же не комбайн а что-то типа нового плуга или трактора а вообще в идеале купить какое-нибудь транспортное средство чтобы побыстрее можно было ездить от пункта а в пункт б хотя места здесь достаточно приятно сделаны локации хорошие красивые единственное только что бесит это вот эти вот пластиковые ублюдки персонажи 57 процентов нормально еще влезут я думаю что уже все влезет просто ну да анимацию надо править это конечно такое себе удовольствие включаем и погнали осталось совсем чуть-чуть два расточка остались но я думаю что это ничего страшного дамы и господа кажется я иду последний раз это последняя так сказать дорожка и поле с канулой будет собрано останется только вот это поле собрать но я думаю что им уже займемся в следующей серии заодно и проверим сможем ли мы его высыпать в этот гребаный хранилища ну вообще по идее наверное да потому что не знаю здесь можно ли строить что дополнительно или расширять обшить то оно понятно а вот новое что строить было бы круто если бы разработчики реализовали строительство было бы просто чертовски офигительно все это дело можно поднимать а это дело можно высыпать так отлично погнали трубу можно убирать а парковать я буду наверное опять с той стороны потому что что-то у меня такое хотя я его наверно пока здесь оставлю мы все но поедем поле убирать вот это так что нормально пусть стоит здесь развлекается а я сажусь на джека джек давай давай-ка а давай-ка мы поедем попробуем продать а тут ехать то фигня ну как фигня относительная фигня 800 метров сейчас вот этот прицеп продадим сколько у нас здесь у нас здесь по сути почти 100% загрузка я его сейчас в парю и мы посмотрим сколько денежек за него я получу наконец-то я начал работать на себя слава богу а вот чё делать с этим фу блять с эмом вот с этим вот я не знаю с одной стороны придется все-таки работать на него потому что у него селка без селки я не смогу поля подготовить с другой стороны он такой ублюдок что проще наверное купить селку самому если денег хватит конечно я бы лучше вот честно свои поля по обрабатывал бы чем кому-то тут что-то мутить все равно за это не платит нормально 2000 евро серьезно это такое себе удовольствие там же вон вроде как пишут что 700 евро за тонну канолы то есть по идее я должен получить сейчас минимум три с половиной тысячи до евриков но это тоже конечно немного хотя у меня там еще один целый прицеп есть и того у меня получается 7000 евро это плюс к тем сколько у меня там денег к тем трем тысячам да то есть у меня получится 10000 евро в кармане и в принципе я наверное что-то смогу даже купить потому что как мы помним половину можно оплатить социал поинтами которых у меня дофига я же хороший мальчик всем помогал тут ездил хрен бы кто мне помог ну оливер конечно красавчик он нам чё нам отдал я уже честно не помню так ну наконец то 150 метров до цели сейчас будем богатеть сейчас вот этот прицеп я отправлю найти бы еще место куда его сбрасывать добрый вечер мертвые здания я тут вам привез немножечко канолы так но походу мне туда надо что-то с трактором решать на таком дерьме ездить вообще не вариант ну что а вот где сбрасывать я понял какие-то лабиринты блин сейчас посмотрим сколько денег заработаю открываем и смотрим на денежки 4 5 6 почти 7 тысяч евро в кармане и это офигительно значит за следующий прицеп я точно до десятки накоплю интересно только одно динамическая же динамическая ли здесь цена ну то есть если я сегодня посплю что будет завтра с ценником вот вопрос уменьшится ли он или увеличится но скорее всего меньше потому что я же привез все-таки импорт произошел или экспорт импорт они же получили зерно поэтому им возможно его его уже больше и не надо но в идеале бы конечно второй прицеп продать тоже до понижения цен так где там мой дом мой дом прямо по курсу отлично едем домой прибываем и это хорошо ну что я думаю что сейчас я загружу себе прицеп второй так сказать порции канолы и отправлюсь его продавать а в следующий ребят части мы с вами поедем в магазин высыпать все что там есть высыпай вы серьезно голодные ща пожрем вот в общем то ща мы это все дело продадим а в следующей части поедем посмотрим что можно купить на эти деньги в магазине я очень надеюсь что мы возьмем новый трактор потому что я не могу уже ездить на этом дерьме со скоростью 20 а подожди джек прости я не хотел тебя оскорбить ты будешь моим любимым трактором все равно так что это не переживай вот такие вот дела ребят спасибо что смотрели надеюсь вам было интересно напряжненькая серия получилась ну честно просто заколебался 30 сука минут больше 30 минут я копал это поле для оливера в общем оливер и еще вспомнит об этом поле я вам ребят обещаю по кусичке